У Юлии Фильченковой в этом году в школу пошли две дочери. Варвара в пятый кадетский класс, Арина в первый. Молодая мама возглавляет управляющий совет Медвежо-Озерской школы. Учебное заведение, как и все общеобразовательные учреждения округа, с первого сентября перешло на модульную систему обучения. В занятиях по триместрам Юлия Анатольевна видит ряд преимуществ. Я думаю, это будет иметь положительный эффект, потому что пять недель мы учимся, неделю отдыхаем. Дети не успевают перегореть, не успевают устать. Также большой, я думаю, плюс будет и для родителей. В любом случае, это будет лучше, чем дистанционная система обучения. Триместровый формат учебы поддерживает и дочь Юлии, Варвара. Когда учишься, беспрерывно, это очень тяжело и дополнительные занятия постоянно. Поэтому я очень рада, что мы переходим на это обучение. Я могу больше времени проводить сестренкой. Модульное обучение распространяется на все классы. Посещать занятия и уходить на каникулы начальная школа и старшеклассники будут в одно время. Три триместра. Первый триместр, который будет разделен каникулами и составлять будет 11 недель. Второй триместр и третий. Аттестация промежуточная будет проводиться в конце ноября, в конце февраля и в конце мая. С первого сентября начинается учебный год. Неделя первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Завершается третьим числом. Следующий получается с четвертого по десятого неделя каникул. Неделю отдохнули, выходит следующая, с одиннадцатого. Триместровая система прижилась в Москве и в большинстве городов Подмосковья во многом потому, что дает возможность учителям равномерно распределять учебную нагрузку. Особенно ее ощущает начальная школа, где дети привыкают к урокам. Начинают учебный год тяжело, привыкают тяжело, а тут они проучились пять недель и выходят на недельные каникулы. Это с одной стороны. Самое тяжелое при четвертной системе – это третья четверть. Она самая длительная и выпадает на весенний период времени, когда обостряются вирусные заболевания. Те каникулы, которые выпадают в феврале месяце, в апреле месяце, они позволяют меньше детям болеть. По триместровой системе работала восьмая школа. Отзывы родительской общественности в большинстве своем положительные. В прошлом Елена Бушнева учила детей в четвертой школе и знает, как бывает сложно объективно выставить годовую оценку. При триместровой системе тут уже не возникает вопроса спорная оценка, неспорная оценка. За первый триместр, второй и третий высчитывается средний балл и уже проще выставить оценку за год. Есть у модульного обучения и свои недостатки. Так, по мнению психологов, каникулы в середине триместра могут вызывать у ребенка ощущение незавершенности. Мол, отдых получается незаслуженный. А еще родителям придется чаще решать проблему досугов каникулы. Их объем, кстати, остался прежний. А осенью и весной дети будут отдыхать дважды и оба раза по неделе. На это время свои двери откроет загородный лагерь юнормеец. С учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта профильный комитет будет договариваться о синхронизации перерывов в обучении с основной школой. Продолжение следует...